Ladies and gentlemen, дамы и господа, сейчас вы live. Начинаем трансляцию из молдавского клуба Neo Gym. Мы в Кишиневе, и это один из самых роскошных фитнес-клубов, которые я встречал в последнее время. Друзья, привет, здравствуйте. Здесь хороший зал. Приехал в Кишинев вчера вечером, разместили в потрясающем отеле, в шикарный номер. Зал новый, абсолютно новый, только-только открылся Пукет. Здорово, Минск, приветствую вас. Миронов сушится и живет тараканов, видели? Я вам хочу зал показать, я хочу показать вам зал. Это здесь у нас проходит обучение тренеров, и тренеров кормят всякими вкусняшками. Это санкционные продукты. Пармезанчик, как это называется? Пармская ветчина, еще какая-то ветчина. Здесь оленина, оленина. И сладости. Но сладости это не про нас, алма-аты, салам. Зал это одного товарища, который зал сделал, я так чувствую, что для своей супруги очаровательной, любимой. Я тоже мечтаю сделать зал и ресторан, и кафе для своей очаровательной супруги, да, любимая. Это будет классный подарок. Давайте сделаем небольшую экскурсию. Это раздевалка. Все сделано с любовью, с душой. Даже вот вывеска, вывеск. Абонемент стоит порядка 24 тысяч рублей в год. Вот это владелица клуба, собственно, владелица клуба. Девушки 38, у нее трое детей, она прям красотка и молодец. Это главный тренер, старший тренер, партнер по бизнесу и руководитель. Цена вполне приемлемая. Здрасте. Это у нас... Это у нас кто? Сын. Сын. Молодец. Привет. А еще Виктор Синкин, наверное, проводит семинар. Видите, проводит семинар. Я уже сегодня поговорил, с утра поговорил. Занятия мы провели. Вот еще одна вывеска, и здесь reception. Ресепшн. Привет. Какие у нас рецепционисты, красивые фотографии. Брендовые сумочки. Майки, маечки и кофточки, и кепочки. А это еще праздничные шарики. Праздничные шарики. Миронов прям тут в прямом. Оленина вкусная. Вкусная. Синкин на сцену, я думаю, скоро, потому что мы решили на Кубке Ишненкина сделать категорию Classic Physique. Это его категория. Это та категория, которая позволяет классическим бодибилдерам, которые уже сделали успешную карьеру в классическом бодибилдинге, набрать мясо. Набрать мясо и выступить в лучшей форме, чем в басеке. Делать чуть больше. Заходим в мужскую раздевалку. Там никого нет. Зал совсем-совсем-совсем новый. Только что открылся, и еще здесь муха не... Ой, это... Никто не тренировался. Вот. Раздевалочка. Шкафчики, свет, фены, ключи, скамейки. Все очень-очень хорошего качества. Все вот прям хорошо. Прям хорошо, дорого, богато, как мы любим. Сейчас покажу душ, вы охренеете. Здесь прям все прям серьезно, дорого, четко. Вот дверь такая в душевую разъезжается на кнопочку. Надо нажать. Дверь закрылась. На кнопочку нажать, дверь открылась. Душ. Никого нет. Просто я могу войти. Очень качественная сантехника. Классная. Это вот это вот. Пол. Тубзик. Все прям зашибись. Прям, знаете, круто. Вот тут открываешь, тут такая сауна инфракрасная. Сауна тоже такая кайфовая. Прям все, все прям приятненько. Все прям. Баночка, щелчочек. Пресек, пресек. Мирон, Мирон, принимай вызов. Мирон, принимай вызов. Пресек. Вакуум. Баночка, щелчочек. Пошли дальше. Пошли дальше. Выходим в тренажерный зал. Тренажерный зал. Самое лучшее в любом деле довести его до конца. Говорит нам обнаженная девушка, глядя нам в глаза. До конца дело довести. Тренажеры. Тренажеры. Рычажные фанаты. Рычажные фанаты наподобие Хаммер. Шикарная, да? Шикарная? Ага. Адрес клуба какой? Тут уже люди спрашивают. Центральная улица. Штефан Чалмари, 202. Штефан Чалмари, 202. Это уже у нас на проводе кишиня. Рычажные фанаты. Причем абсолютно новые, совершенно новые тренажеры. Вот прям новые. Вообще их никто не трогал. Вот это видели? Вот это вы видели? Это вверх ногами. Цепляться вверх ногами и делать на пресс. В жизни никогда это не видел. Просто шикардос. Вот это вот что? Сжатие на пресс. Место для персональных тренеров. Окна. Окна. Зеркала. Высоко. Просторно. Хороший воздух. Свежо. Балкончик, на котором можно стоять и наблюдать за нить. Свободные веса. Смотрите, как играют цвета. Свободные веса. Железки. Т-гриф. Недорого стоят занятия. Скамейка поднимается вот так. Это тоже фаната. Новая линейка фанаты. Дорогущий пипец. Караул. Видели такой техноджим? Солидно. Как бы сказал Клоков. Солид. Техноджим. А вот это я не видел вообще никогда. Вот эту штуку никогда. Вот чтобы такой жим у техноджима никогда не видел. Персоналки. Ребята, вы будете смеяться. Хорошие тренера сейчас проводил обучение. 11 человек. Прекрасные ребята. Персоналки стоят на наши деньги 700 рублей. Ну, или около того. Что-то вот. Сейчас соображу. 4 500 рублей 10 занятий. Еще меньше. То есть в районе 50 долларов за 10 занятий. То есть это прям, ну, совсем дешево. Причем работать с хорошими ребятами. Оленину жене возьму. Жена, Оленину возьму. Люблю, не могу. Оленину возьму. Смотрите зал. Тяга. На бицепс подъем. Вот где еще такое можно увидеть? Стоя на бицепсе большим трифтом. Тяга. Техноджим кейдж. По мосту. Гак присед по надпу. Еще один гак присед. Разгибание. Сгибание. Сгибание силы. Сгибание лежа. Сгибание. Внимание. Стоя. Друзья, хрена с два, где увидишь сгибание стоя. Один зал на всю Москву, где можно сгибание стоя делать. И тот Марк Аврелий. Разведение. Сведение. Ослик. Ослик. Где увидели? Где увидели Ослик? Голджин в лучшем случае. Гравитрон. Икры стоя. Калфмашин. Икры стоя, ребят. Икры стоя. С гантелями можно делать. Купить за 6 тысяч евро тренажер икры стоя. Блядь, дорогого стоя. Это поступок. Поступок. Здесь. Показываю? Показываю. Наклонная гиперэкстензия. Горизонтальная экстензия. Икры сидя. Рывок есть где делать. Там есть помост. Можно делать. Ксюшечка, я не ругаюсь. Кисуль, я вообще не ругаюсь. Мазюнечка, я вообще не ругался. Я ни разу не ругаюсь. Не ругаюсь. Баттерфляй. Плечи. Пулловер. Тренажер на пуловер. Горизонтальная тяга. Вот фиолетовые блины. Кто-нибудь видел когда-нибудь? Фиолетовые блины. Фиолетовые лайки? Да. А вот чтобы фиолетовые блины? Чтобы фиолетовые блины? Да ни хрена. Никогда. Жим под углом. Жим под углом. Неоджим. Все брендированное. Прям все шикарное. Ё-моё. Зал классный и недорогой. На наши рубли 24 тысячи рублей. Дети рядом. Я не ругаюсь. Маттер, дети рядом. Арнольд. Если в зале висит фотография Арнольда, это отличный зал. Начинайте сразу с большого. Добивайте еще большего. И никогда не оглядывайтесь назад. Вы должны выходить за пределы, говорит Арнольд. Зал очень насыщенный. Зал потрясающий. Это Лазар Ангелов, а это Дмитрий Матюшин. Вы посмотрите. Самую великую победу. Человек может одержать над самим собой. Сказал Брюс Ли. Слова Брюса Ли и Шанькин Малдов. Потому что зал сделан для души и с любовью. Дорожки Техноджим знаете сколько стоят? 12 тысяч евро. Каждая. 12 тысяч евро. Вот это вот сейчас. Переведите в рубли. Посчитайте на 10. И вы поймете, что зал дорогой. Дорогой очень. А вот это девушка. Красиво. Прям все красиво-красиво. Гантели. Хаммер. Гантели по наторку 60, 60, 50, 60, 27,5. Свободный вес. Короче, железа прям много. Много тренажеров. Много оборудования. И они хотят сделать еще небольшой кроссфит-зал внизу. Личка в инстаграме. Как посмотреть личку в инстаграме? Ладно, посмотрю. В Молдове кризиса нет. Есть. Тоже цены выросли в два раза. И сейчас проходят какие-то забастовки, манифестации. Какая-то... Как это называется? Владелец красавчик. Прям вот мужик молодец. Прям спортсмен. Спортсменюга, молочага. Прям красавец. Зал сухой, бассейна нет. Но прямо очень хороший зал. Прям хороший. Прехороший. Солярий. Солярий. И все продумано до мелочей. Каждая вот вешалочка, скамеечка, ступенечка, полочка. Все сделано так, как вот надо было сделать. Чтобы всем было удобно, комфортно, приятно. За сайкл. Сайкл. Один этаж. Тысяча метров. Но у меня ощущение, что здесь две. Паната. Все паната. Одиннадцать тренажеров. Ну, то есть десять. И прям супер. Супер-супер. Улетаю. Завтра утром улетаю, особо не разгуляешься. Здесь у нас что? Здесь у нас... Массаж. Массаж. И знаете, что приятно? Приятно пахнет. Во всем зале прям пахнет приятно. Хорошо пахнет. Ты прям заходишь в раздевалочку и приятно пахнет. Прям очень хорошо. Зал для позирования есть? Тут есть такой вообще кабинет, в котором люди общаются с тренером. В котором можно прийти и пообщаться. Краска еще не пахнет, но материалом пахнет. А сейчас, друзья, я вас хочу пригласить на несколько минут на семинар Виктора Симкина. Я вам, по-моему, говорил о спортивной подготовке. Парковка есть. Красавец-мужчина. Владелец клуба. Вот этот этап, это очень важный этап. Это этап суперкомпенсации. Суперкомпенсации. И этот этап намного важнее. И к нему относиться, скажем так, более ответственно. Почему? Потому что этап суперкомпенсации позволяет вам сделать большой-большой прогресс. Большой-большой прогресс именно в тех мощных вопросах, которые обстоят. Вот здесь я представляю концепт одного фиксирования на семинар, это представляет как пустую банку. Просто пустые. Вот, скажем, ваш мозг, ваше эмоциональное состояние, ваш эмоциональный фон, привык к состоянию, которое вы сделаете где-то вот здесь, за 10 недель. Он к этому уже привыклез. Вот, скажем, если я весил, там, 90 килограмм, где-то, и если я потом сделал форму, и я весил 80 килограмм, как вы думаете, как быстро возродился эти 10 килограмм? Потому что организм еще не перестроился. Он не перестроился быть 80 килограмм за 10 недель, это не может произойти. Как минимум, должно быть полгода пойдет, чтобы он перестроился, но, конечно, ваши гормоны, ваш мозг должны перестроиться. Как вы думаете, насколько быстро 10 килограмм назад? Как вы именно поступите? Можно их за тысячу ездить с линдов, так сказать, плюс 10. Я вот сюда вспоминаю первое свое соревнование, я ничего в беды не вымокал, не научился, верно. Я готовился к нам, человек там в скорости был, и готовился, там, весил, наверное, как раз 80 килограмм в сутки, выступал, наверное, вот 68 килограмм в сутки. И я после соревнования, помню, если уйду, там такой тон большой, жаль хотелось, просто реально помню, какие-то еще там персики, соли, боли-то. Я встал на утро, я плюс 14, я не то что встать не могу, я даже ходить не смог. У меня пришлось вызывать скорую, у меня потомали и везде болит, потому что я не смог встать, настолько меня не обидели встать в глаза, ничего. Так вот, этап суперкомпенсации после соревнований. Если каждый человек, надо немножко сказать, нет, не здесь закончилось, не после соревнований, а закончилась ваша подготовка к соревнованиям. Оно закончится где-то через 14 дней, 14-21 дней, в зависимости от вашей суперкомпенсации. Так вот, представьте, что вы пустая банка, у вас есть потенциал для 10 килограмм. И вот чем вы эту банку заполните, то и останется. 10 килограмм в минуту хотите вы этого или нет? Долго в минуту. Если вы будете корректировать поджиматели, то это только похоже на вашем здоровье и врачебном состоянии, если здоровье не в системе. Так вот, в эти 14 дней нужно максимально четко и чуть-чуть вынимать половину из рациона. За счет сложной болезни, за счет качества делка. И делать вот еще... Я вам запомнил, когда прошлый один из приезжал. Он говорит, что я еще две недели обязательно тренируюсь. А я потом подошел к нему и спросил, а почему я тренируюсь? Я бы сказал, вот у меня есть отстающая мышечная норма. Например, я хочу сделать лучше делиться. И он сказал, я каждый день буду тренировать металли суперкомпенсации и свои дели. Чтобы они стали лучше, потому что потенциал растет вашим, да, металлисовой. Но в то же время ваша банка наполняется нужным. А если вы будете есть фасуд, там много углеводов, да, быстрых углеводов, то эта банка наполнится с вами не мыслями никакой. Она наполнится сколько лишних жира. Как бывает, водой я же наполнил тебя, все это, и ты такой довольный, ходишь хорошо. Так вот, надо в этот этап очень поднимать, что супать в угол и думать головой. В качестве гублёны, в качестве наберута и постепенный подъем калорийности рацион. Закончился этап суперкомпенсации, все. Тогда сказать можно выдохнуть и учиться отдыхать. Надо учиться отдыхать, уже восстанавливаться. И переходить к следующему этапу и все прогулку продолжать. Цикл такой закончен. Вот так выглядит этап подготовки. В этапе, да, цикл выстроен. С учетом приемного процесса, с учетом питания. Клуб шикарный и дорогой. Прям дорогой и шикарный. Я бы прям отсюда и не вылезал. Сегодня мы будем тренироваться. Докладчики не слышно, да, ну простите. Я думал, что слышно, мне это хорошо слышно. И я думал, что вам тоже хорошо слышно. Бедро у меня сантиметров не мерил. Я вообще ничего не меряю обычно. Здесь важно то, как это выглядит и то, как это работает. А последнее время мне вообще нравится кроссфитовская тема. Не важно, как ты выглядишь. Важно, как эффективно ты работаешь. Оксана Ишанькина, ты просто огонь. Соглашусь с Фенсером 43. Оксана, ты просто огонь. И мне тебя не хватает. Я бы хотел, чтобы ты была здесь, потому что у ребят ресторан свой. Свой вкусный ресторан. Мы сегодня вечером пойдем в ресторанчик. Вкусный ресторанчик. А ты с тобой не поешь. Но я тебе возьму что-нибудь вкусняшки. На все мои вопросы ответил спасибо. Ну что, друзья. Я, наверное, с вами пока прощаюсь. Оленину везу. Ксюнечка, тебя люблю. Ребятам всем привет. Всем теплый привет. Здесь минус три. Я пойду еще по городу немножечко пройдусь. Чмоки, чмоки. Пока-пока. Всем удачи.